Слово Слово Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу прочитать вам сказку об одном господине Даже не о господине, а о господинчике Да еще и о хорошем Надеюсь, вы не забыли, о ком я говорю Но если и забыли, то уверен Сейчас вспомните, потому что я начинаю читать Так? Жил-был один господинчик Щечки розовенькие, усики с завитками Всегда чистенький, аккуратненький и в шляпе Как и полагается настоящему господину С утра до вечера напевал он свою песенку Тра-ля-ля-ля, тра-та-та-та Как жизнь прекрасна и проста Тра-ля-ля-ля, тру-лю-лю-лю Я всех люблю, я всех люблю Но однажды задумался хороший господинчик А достаточно ли он хорош? И решил сделать что-нибудь доброе Вот тогда-то все и скажут, что я не просто хороший господинчик А очень хороший Сел он у окошка и стал размышлять Что бы такое доброе сотворить? Попробуй-ка, найди себе доброе дело Вздыхал он И где их только находят? За окном падал снег Хороший господинчик смотрел на него И все думал, думал, думал И, наконец, придумал А вот хорошо бы сделать дирижабль Большой-пребольшой Чтобы всех коров местных Можно было бы разом собрать И зимой отправлять пастись в теплые края Туда, где снега не бывает А на дойку привозить обратно Молока бы тогда у нас стало в десять раз больше И масло, и творога, и сметаны с сыром И тогда можно было бы все это раздавать детям Совершенно бесплатно И были бы у нас все детишки толстенькие И такие же хорошенькие, как я Хороший господинчик представил себе Толпу веселых и хорошеньких детей Ура! Хорошему господинчику! Кричали радостно дети И только хороший господинчик Все это себе представил Как услышал какой-то надоедливый звук Хорошенький господинчик Поглядел в окно Там дворник большой лопатой Чистил тротуар от снега Безобразие! Эй! Прекратите немедленно! Закричал хороший господинчик Вы мне мешаете! И на всякий случай Погрозил дворнику в окошко кулаком Дворник перестал скрести И озадаченно посмотрел На хорошего господинчика А тот продолжил Свои очень важные рассуждения Еще бы хорошо для всех старичков Сделать утепленные сапоги-скороходы Чтобы ноги не мерзли И не уставали Вот бы тогда они не охали А были бы веселенькие Бегали бы в догонялки С утра до вечера на свежем воздухе А от хорошего настроения И свежего воздуха У них бы был и аппетит Ой-ой-ой! От такого аппетита Все бы старички стали толстенькие И хорошенькие, как я Хорошему господинчику Представились множество веселых старичков Которые играли в догонялки Ура! Хорошему господинчику! Кричали радостно они И только они это прокричали Как опять раздался прежний звук лопаты Ах так! Рассердился хороший господинчик Сейчас я этому дворнику устрою И он выскочил на улицу А там прямиком к дворнику Что ж ты! Начал было он брониться на дворника А тут как раз бабушка с внучком идет Да к дворнику подходит и кланяется Спасибо, голубчик, за заботу По дорожкам любо-дорого гулять И от снега чистишь И песочком посыпаешь Доброе дело! Да и мальчонка, махонький, а туда же Ура! Говорит господину дворнику! Ура! Задумался вслух хороший господинчик Доброе дело? А как же гирижабль? А как же... А в чем это вы? Удивился дворник Да ни о чем Смутился хороший господинчик А затем попросил А можно я вам помогать буду? Помогать? Еще больше удивился дворник Да это сколько угодно Снега сегодня на всех хватит Держите лопату, а я за другой схожу Спасибо, спасибо, любезный Обрадовался хороший господинчик И тут же взялся за работу Да так старался Так чистил тротуары Да так старательно посыпал песком Что люди только диву давались А тот теперь с утра первым делом в окно Выглядывал Не нападал ли снег? А если что Тут же брался за лопату А про дирижабли да сапоги Скорохода и не вспоминал Так что люди теперь не удивлялись Видя хорошего господинчика с лопатой А лишь между собой шептались Ой, посмотрите Наш хороший господинчик Теперь не просто хороший А очень хороший Прямо замечательный А тот Не подозревая об этом Работал изо всех сил Распевая свою любимую песенку Тра-ля-ля-ля Тра-та-та-та Как жизнь прекрасна и проста Тра-ля-ля-ля Тру-лю-лю-лю Я всех люблю Я всех люблю Вот такая сказка, мои дорогие О чем она? Само собой о добрых делах О том, что можно долго рассуждать Как хорошо было бы то Или как здорово было бы это А можно просто взять и сделать Что-нибудь хорошее Например, пойти и помыть посуду Или уступить место в автобусе бабушке Или подержать дверь в подъезде Женщине с детской коляской На первый взгляд это Слишком простые и обыденные дела Но поверьте От этого они не становятся Менее добрыми и менее важными До новых встреч, мои дорогие Ангела вам, Хранителя